В Израиле ужесточают правила карантина, а там теперь запрещено выходить из дома, кроме как для покупки продуктов и лекарств. Государство освобождает дома престарелых под изоляторы для больных вирусом. Это уже, в свою очередь, вызвало протесты, участники которых считают, что таким образом жизнь стариков, главная группа риска, подвергнется еще большей опасности. Сергей Услендер продолжит. Многие участники акции протеста в масках пытаются даже соблюдать дистанцию в предписанные два метра. Это демонстрация в городке Пардесхана против закрытия гириатрического центра Шоам. Проезжающие мимо водителей сигналят, выражая поддержку. Протестуют родные пациентов. Центр собираются расформировать и передать помещение под изолятор для больных коронавирусом. Моя мама здесь два года. И у нее Альцгеймер. И когда я ее беру домой, она просто места себе не находит через полчаса сразу же. Она просится опять сюда, потому что здесь прекрасные условия. Условия и правда хорошие. Это, в принципе, санаторий только с постоянным проживанием. Закрытая территория, огромный сад и полная изоляция от внешнего мира, что в условиях эпидемии как раз то, что надо. Один из жильцов снял для нас эти кадры мобильным телефоном. Вход посторонним на территорию центра сейчас категорически запрещен. И вот этот родной дом для сотен стариков решили расформировать. По официальной версии подготовить для приема больных с коронавирусом, если пойдет массовая эпидемия. Родные обитатели центра разводят руками, зачем по всей стране сейчас простаивают десятки громадных отелей. Можно использовать их в качестве изоляторов. Моя сестра, ей 89 лет, живет здесь с 2002-го. Это ее дом, она просто не знает и не помнит другие места, где жила. У нее есть небольшой садик, она может выходить. А идея, значит, такая. Поместить сюда больных короной, которые не имеют права никуда выходить, а наших переселить в многоэтажки, где они не смогут передвигаться даже между этажами. Скажите, кто придумал весь этот бред? На все обращения родственников, их жалобы и просьбы в Минздраве говорят, это все в рамках борьбы с вирусом и других ресурсов нет. Гостиницы частные, с ними договариваться сложно. А это государственный объект. Но для многих обитателей центра переезд будет означать обострение всех болезней и проблем со здоровьем. В таком возрасте и с такими диагнозами любые резкие перемены губительны для стариков. При том же Альцгеймере смена места жительства является прямым противопоказанием. Это не считая того, что при переезде пожилые люди могут заразиться коронавирусом. Сергей Усленер, Хабар-24.